Евгения Горская. Груз семейных ценностей. Предисловие Татьяны Устиновой. Евгения Горская. Груз семейных ценностей. Знакомые авторы вдруг берутся за ум, писал, писал, хорошо писал, отлично даже, всем нравилось, а потом какая-то высокоумная достоевщина начинается. Зачем? А вот моя любимая Евгения Горская из тех авторов, в которых можно не сомневаться. Принимаясь за ее новый детектив, можно быть твердо уверенным, вечер удастся на славу. Горская — непревзойденный мастер интриги. Ей удается придумывать нетривиальные, захватывающие, многоходовые сюжеты. Я прекрасно знаю, как сложно придумывать историю со множеством взаимосвязанных детективных линий. Они то расползаются в разные стороны, то норовят намертво спутаться, и выстроить их встроенную логическую цепочку порой невозможно. Но Евгения Горская без труда управляется с несколькими детективными нитями одновременно, превращая их в единый, стройный, до мельчайших деталей выверенный рисунок сюжета. В своих романах она водит за нос, отвлекает, пускает нас, читателей, по ложному следу. И никак не разобраться в сюжетных перипетиях, пока сама Евгения все нам не объяснит. Читаешь — и дух захватывает. Но что еще важнее, Евгения Горская сумела вычислить золотое сечение детектива. Здесь в самый раз всего. И страхов, и предательств, и приключений, и тайн, и любви, а это верный признак мастерства и опытности автора. Татьяна Устинова 29 июня. Четверг. Лето наступать не хотела, но Настя терпеливо его ждала. Смотрела из окна на гнущиеся под ветром мокрые деревья и успокаивала себя тем, что может себе позволить не выходить из дома в плохую погоду. В отличие от миллионов сограждан и в отличие от собственного мужа. Правда, Сережа на погоду внимания обращал мало. Потерпи, — утешал он Настю. Сдадим объект и поедем на юг. Объект, на котором Сережа ставил какое-то сложнейшее оборудование, должны были сдать в июне, неделю назад. Настя проводила мужа в командировку и ждала его возвращения со дня на день. Тетя Ира, узнав, что Сережа уехал, звала ее на дачу, уговаривала и даже, кажется, обиделась из-за отказа. «Ну что тебе делать одной в городе?» — не понимала Ира. «Интернет здесь есть. Сиди и работай на свежем воздухе». Интернета Насте для работы было мало. Ей был необходим принтер и компьютер с большим экраном. Но не ехала она не поэтому. В дождь в собственной квартире тошно. А на даче, где участок наверняка уже успел превратиться в настоящее болото, совсем тоскливо. Сегодня ее разбудило солнце, пробивалось сквозь неплотно задернутые занавески. Настя полежала, жмурясь, и решила, поедет на дачу. Без Сережи было грустно, несмотря на солнце, а с Ирой время пройдет и быстрее, и приятнее. До старого дачного поселка она доехала быстро, постояла, вдыхая чистый пряный воздух. Тетя была права, надо вырываться из города при любой возможности. Настя открыла ворота, въехала на участок, прошла по узкой вымощенной плиткой дорожки к дому. Дом лет десять назад построили Настя на родители, вместе с Ирой и ее мужем Иваном Николаевичем. Но родители бывали здесь редко. Настя еще реже, а Ира жила почти постоянно, даже зимой. Дом уже был не новым, но все упорно продолжали называть его только так. Раньше на месте нового дома была старенькая бабушкина дача. Семья собиралась здесь по выходным, и Настя считала дачу вторым домом. Настя поднялась на крыльцо, крикнула, «Ирочка, я приехала!» и обняла вышедшую к ней тетку. Потом Настя мучительно пыталась вспомнить, заметила ли в тете что-то необычное, и вспомнить не могла. Ничего она не заметила. Ира накормила ее завтраком, потом они вместе принялись готовить обед. Настя, когда надев резиновые сапоги, рвала с грядок зелень к супу, отметила, что ягоды на кустах совсем зеленые. Странно, что вообще не сгнили при такой погодной аномалии. Потом они пили чай, а потом пришла долгожданная смс-ка от Сережи. Купил билет, прилечу утром. Настя решительно начала собираться назад в Москву. Помахала тетке Ире из окна машины и всю дорогу подпевала включенному радио. Тетю застрелили на следующий день, поздним вечером на веранде их нового большого дома. Была гроза, и выстрела никто не слышал. Девятое июля. Воскресенье. Ее тянуло на дачу, как будто присутствие там могло что-то изменить. Деревянный пол был уже отмыт от Ирины крови, и ничто не напоминало о том ужасном, что случилось здесь совсем недавно. Настя ходила по участку, садилась в кресло-качалку, так и стоявшая до сих пор на веранде, смотрела на кухонную стену, на которую Ира хотела повесить парочку картин. Да так руки не дошли. «Собирайся!» — велел Сережа. «Поедем!» Он торопил ее не зря. Вечером тысячи дачников ринутся в город, и в возвращении домой превратится в тяжелое испытание. «Я останусь здесь», — в который раз сказала Настя. «Сережа, не спорь, поезжай». «Нет», — в который раз отрезал муж. Настя знала, он ее жалеет и беспокоится о ней, и была благодарна за жалость и заботу. Но сейчас ей хотелось остаться одной. Ей было необходимо остаться одной и подумать. «Настя!» — Сережа присел на пол у ее ног и потряс за колени. «Так нельзя. Оттого, что ты будешь ходить, как сам нам было, ничего не изменится. Собирайся». «Я останусь, Сереженька». Настя притянула его голову, поцеловала. «Нет, я тебя одну здесь не оставлю». Он выпрямился и устало попросил. «Ну, кончай, Настя. Понимаешь же, что я не могу без тебя уехать». Конечно, она могла настоять на своем. Она может остаться здесь, и Сережа тоже останется, потому что один он не уедет. Ему придется встать в четыре утра, в крайнем случае в пять, чтобы вовремя добраться до работы. Настя тяжело поднялась, сменила дачные шорты на джинсы, дачную футболку на любимую голубую блузку. Блузка была из сжатой ткани и совершенно не мялась. Очень удобно. «Я готова!» — крикнула Настя мужу. Обходить дом, проверяя, заперто ли окна, не стало. Окно они открыли только в их комнате, на втором этаже, и Настя отлично помнила, что закрыла его пару часов назад, когда пошел дождь. На гвоздике около двери висела только одна связка ключей — ее собственная. Обычно здесь висела еще и Ирина. Настя заперла дверь и до машины бежала, потому что снова начался дождь. «Убийцу найдут», — заговорил Сережа, выезжая из поселка. «Наберись терпения». Настя промолчала. Сережа о ней беспокоился, и она это ценила. «Начни работать, Настюх», — посоветовал муж. «Сама же говорила, что надо закончить осеннюю коллекцию». «Это он тоже говорил правильно. Работа отвлекает». У Насти с подругой Катей была своя фирма. Настя создавала модели одежды, а Катя делала все остальное. То есть Настя делала то, что очень любила делать. А Катя — самое неприятное — организацию производства. Если, конечно, производство можно назвать результат работы 15 человек. Несмотря на кризис, который никак не желал закончиться, продукция раскупалась неплохо. У них было свое ателье, они отдавали костюмчики и платья оптовикам, а недавно открыли еще интернет-магазин. И даже постоянных покупателей приобрели. Дождь уже не барабанил по крыше машины, а лил непрерывным потоком. Настя поежилась. От кондиционера в машине становилось холодно. «Замерзла?» «Немного». Сережа поменял режим кондиционера. Холодный воздух перестал щекотать плечи. «Она мало была счастливой», — неожиданно сказала Настя. Сережа пожал плечами. Не согласился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова